Вот здесь мы убрали два ряда шифера, значит свежий подпастелили, если не битый, если старый не битый какой-нибудь, и вот здесь металл, чтобы не запекало. Новая кровля над спортивным залом. После этого сделали косметический ремонт. Осталось обновить разметку. В актовом зале работы еще идут. Помимо общешкольных мероприятий, здесь еще занимаются два танцевальных коллектива. На полу новенькая плитка. Напольное покрытие постепенно заменяют во всей школе, в коридорах и классах. Также постепенно заменяют двери на пластиковые. Вместе с тем, новое или старое, все должно быть в рабочем состоянии и выглядеть опрятно. Отремонтируем мы срок. Все отремонтируем, будет хорошо. Понимаете, у нас вот даже в коллективе есть такая вот хорошая традиция. Нам стыдно открывать новый учебный год, когда мы чего-то такого не сделали. Не говорю сногсшибательного, но какого-то эксклюзивного, нового, никаких обновлений, когда нет, нам это неинтересно. Поэтому весь коллектив с удовольствием трудится, и педагоги, и учителя. Помогают депутаты, местные и краевые. В этом году муниципалитет выделил 300 тысяч рублей, чтобы заасфальтировать оставшуюся часть двора. С 1 сентября в 16-ю школу, которая находится в селе Цыбанабалка, пойдут около 1300 учащихся, в том числе из хутора Воскресенский, Верхнего Джамите. Несколько лет подряд из-за демографии и миграции количество учеников росло примерно на 100 в год. Сейчас школа переполнена. В муниципалитете проблема на контроле, но необходимо финансирование из вышестоящих бюджетов. Пока здесь занимаются оптимизацией. Там, где сейчас кабинет домоводства, раньше была школьная библиотека. Здесь уже сделали ремонт, можно сказать, установленного образца. Книги раскладывают в специальном хранилище, в складском помещении. В относительно небольшой комнате самая популярная литература – это офис для приема и выдачи. Заказал, на следующие перемене получил. Конечно, большинство детей, которые постарше, это они читают программную. А дети, которые маленькие, им все интересно. И программная, и непрограммная. И хотят читать много. На 1 сентября все школы города-курорта будут обеспечены учебниками на 100%. Необходимо приобрести более 46 тысяч книг на сумму свыше 17 миллионов рублей. В Цибанабалке тоже принимают учебники. Часть на замену, но есть и новинки. Право и астрономия для 11 класса. По словам директора, подготовка школы должна завершиться в первые дни августа.